Какой он народный участковый? Наш следующий материал о Владимире Колесниченко – сотруднике полиции, который приехал на крайний север за романтикой. Уже шестой год участковый следит за правопорядком в столице Канинского сельсовета – селе Несь. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Владимира Колесниченко нам удалось застать за домашними хлопотами. Участковый уполномоченный из села Несь по делам выбрался в окружную столицу. Уроженец Краснодарского края в Заполярье уже шестой год. После окончания университета МВД мужчина несколько лет трудился в органах правопорядка на своей малой родине, а потом решил кардинально изменить свою жизнь и поехать служить на север. Изначально, когда переводился, посмотрел как город, знаю, что люди на крайнем севере очень добрые, отзывчивые, с ними приятно работать. То, что и ты к ним когда с душой, и люди к тебе всегда с душой относятся, понимаю тебя, всегда взаимопонимание нахожусь с людьми. После этого в Лабожском работе, там населенный пункт был небольшой, ну, как бы мало работы было, скажем так. После этого, значит, в городе я не очень хотел работать, потому что мне больше специфика сельского поселения больше нравится, население. Вот, значит, после этого я посмотрел, какие есть ваканты по населенным пунктам. Мне понравилось очень село Несь. В Неси работы хватает. Участковые уполномоченные в глубинке выполняют функции и инспектора ГИБДД, и следователя, и оперуполномоченного, и специалиста ПДН. Владимир на селе – человек уважаемый. К нему идут за помощью по различным вопросам. И население с этим, это тоже понимает о том, что я как бы один, но выполняю все функции органов внутренних дел, которые у нас в городе, например, по подразделениям распределены. Также вот хочу добавить о том, что, находясь в населенном пункте на административном участке, обслуживая административный участок, Ко мне часто обращаются, например, жены, лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, либо матеря, которые со скрипя душой говорят о том, что вот у меня сын уходит в алкогольную яму, скажем так, что злоупотребляет спиртными напитками, теряет себя как личность. С этим тоже проводится работа с ними систематически, с лицами злоупотребляющих спиртными напитками. Если они были в ходе рейда на улице в состоянии алкогольного пения, в отношении них составляется административный протокол и проводится в пробеседу о вреде спиртными напитками. Также у нас недавно, в конце сентября, в совместе с сотрудниками отдела экономической безопасности проводился рейд, и было выявлено факт незаконной реализации алкогольной продукции. Около двух тонн выявили алкогольную продукцию, которая реализовывалась незаконно. К специфике работы Владимир уже привык. Получил водительское удостоверение на право управления снегоходом. Сам обслуживает технику. В зимний период времени на снегоходе у нас оформляется командировка. Собираю вещи, что необходимо, и выезжаю за 75 километров. Это Чижа. Иногда меня временно закрепляют за другим административным участком. Это Шойнский сельсовет, посёлок Шойно. И туда почти ежегодно тоже состоится выезд у меня по каким-либо происшествиям, которые были совершены на административном участке у них в посёлке Шойно. За отличные успехи в службе Владимир номинирован на звание народного участкового. Сейчас на сайте окружной полиции продолжается голосование за претендентов. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции. И проголосовать за него до 16 октября включительно.